Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи выпал первый снег. Из-за этого на горных курортах сегодня закрыли лыжные трассы. На улице Чайковского построят многофункциональный спорткомплекс с бассейном. На месте будущего объекта побывал глава Сочи. Пришел, погулял и, может быть, нашел друга. В Сочи появится тематический парк для бездомных животных. Флюгер, ветрогенератор, мидии как фильтраторы и предотвращение ДТП с помощью нейросетей. В Сочи стартовала конференция «Первые шаги в науку». Со студентами ведущих вузов России накануне в Сочи встретился Владимир Путин. На встрече присутствовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Беседа прошла в образовательном центре «Сириус» накануне Дня российского студенчества на площадке конференции «Путь к успеху. Стратегия сопровождения молодых талантов». Такие диалоги с главой государства накануне праздника уже стали традицией. Большинство участников – выпускники «Сириуса». В нем занимаются развитием и профессиональной поддержкой одаренных детей от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России в области искусства, спорта и научных дисциплин. Как за год повысить производительность труда вдвое и научить сотрудников не делать лишних движений? Добиться эффективности собственного предприятия помогают бережливые технологии. В данном случае сберегают они в первую очередь время. Приемом оптимизации в рабочем процессе теперь обучают в Краснодаре. Здесь открылась фабрика процессов. Тренинг-площадку посетил губернатор края. Каждое лишнее движение может привести к финансовому краку. А вот от правильной организации рабочего места напрямую зависят объемы производства. Как работать по-новому? Теперь обучают на фабрике процессов. Тренировочная площадка для реальных предприятий открылась сегодня в Краснодаре. Запустили ее в рамках национального проекта «Повышение производительности труда». В среднем, рассматривая результаты работы предприятий, которые вошли в национальный проект, и по итогам реализации первых пилотных проектов, время протекания процесса сокращается в разы. Даже не на х процентов, а в разы. Вышается эффективность производительность в потоке. Участие в образовательной игре принимают сотрудники действующих предприятий, вошедших в нацпроект. Сегодня команда должна в кратчайшие сроки наладить выпуск регулятора давления газа. Но как оптимизировать процесс от изготовления до транспортировки решают сами участники. И здесь даже количество шагов может привести к успеху. Лишние движения сотрудника, соответственно, они к чему приводят? Сотрудник тратит время, которое он мог потратить бы на изготовление какой-то продукции, на предоставление услуги. То, что непосредственно добавляет ценность продукции. Сократив вот эти вот ненужные движения, во-первых, мы высвобождаем его время, которое полезное будет ему для работы. Во-вторых, мы снижаем его, скажем так, утомляемость. За учебными столами представители абсолютно разных отраслей. От сельского хозяйства до пищевой промышленности. Принципы бережливых технологий одинаковы для всех. К примеру, чтобы добраться от оператора номер один к оператору номер два, нужно пересечь весь кабинет. Для оптимизации рабочего пространства достаточно сдвинуть парты ближе друг к другу. В самый разгар тренинга фабрику процессов посетил губернатор Краснодарского края. Такой визит, конечно, мог бы повлиять на время производственного процесса, но, с другой стороны, общение с первым лицом региона – возможность, которую не упустит ни один бизнес. Модернизация в производстве начнется тогда, когда модернизация произойдет в голове, в умах. Вот тогда будет модернизация по-настоящему. И тогда производительность труда на самом деле станет производительностью, оптимизацией будет. Все будет, и прибыль будет расти, и зарплаты будут расти. Вот здесь, я так понимаю, на пальцах вам пытаются объяснить, как достигнуть повышения производительности труда, как достигнуть прибыли максимальной. Это все в совокупности отражается в наших задачах реализации национальных проектов, в том числе и национального проекта производительность труда. Вот кто может сказать, что у вас было в начале? В начале места были расположены не по технологическому процессу, как протекает. Некоторые операторы у нас простаивали, то есть у них было достаточно мало проблем. То есть мы смогли высвободить людей и перевести их на более сложные операции, которые больше загружены. Мы сейчас поставили операции по ходу выполнения технологического процесса так, чтобы операторы самостоятельно могли перемещать свои изделия. То есть из определенного хаоса, который был на столах, вы попытались сделать определенный алгоритм. То есть определенная причина на средственную связь, которая помогает вам достичь конкретного результата. В Краснодарском крае бережливое производство только в прошлом году внедрили почти в полсотни предприятиях. Стать участником нацпроекта по повышению производительности труда может компания с годовым оборотом от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей. Но на Кубани решили не ограничиваться средним и крупным бизнесом. И в рамках уже региональной программы оказывают помощь в оптимизации процессов и малым предприятиям. В первую очередь в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, транспортной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы должны создать такие производства, сохранить такие производства, модернизировать, переоснастить, переоборудовать, которые мы сможем сделать конкурентоспособными. Это правда. За нами здесь право принятия решения. Поэтому давайте примем правильное решение, исходя из того, что сколько у нас есть финансовые возможности, какие на самом деле предприятия подлежат модернизации, переоборудованию полностью, для того, чтобы они завтра, на самом деле, все, что в них государство вложило, вернули. Вернули рабочими местами, налогами, где-то добавочной стоимостью вернули. Вот тогда на самом деле и по-настоящему будет производительность труда повышаться. И все в совокупности будет повышаться. И экономика будет расти. Одним из первых участников программы по повышению производительности труда в крае стал агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский». Его руководитель во время встречи губернатора с представителями компаний-участников нацпроекта рассказал о результатах внедрения бережливых технологий. Экономического роста на предприятии удалось добиться без дополнительных финансовых затрат. Когда только вместо 12 блоков в первую смену у нас вышло 13, такой азарт возник. Вот просто возник азарт. Первая смена стала соревноваться со второй сменой. И за декабрь месяц мы прибавили еще два блока. То есть за 4 месяца мы выполнили, условно говоря, поставленную перед собой двухлетнюю задачу. Технологическое отставание – одна из главных причин застарелой проблемы – низкой производительности труда. Чтобы ее повысить, в регионе разработали целый комплекс мер. Власти предлагают налоговые льготы и дешевые кредиты для всех участников нацпроекта. В конечном счете бюджет Краснодарского края, как и экономика в целом, должны не потерять, а наоборот получить новые рабочие места, современные предприятия и дополнительные поступления в казну, которые потом можно направлять на важнейшие сферы жизни. У нас по стратегии нашей 2030, мы должны к 2030 году в два раза увеличить рост промышленности, в два с половиной раза производительность труда, зарплата должна подняться на 80%. Бюджет должен быть не менее 600 миллиардов рублей. Многое, что должно быть, но в основе лежит экономика. А в основе производительности труда, в первую очередь, лежит не только организация труда, безусловно, а переоборудование, переоснащение, модернизация самого предприятия. Подчас у нас есть и такие предприятия, которые на самом деле давно уже нуждаются. И в переоборудовании, и в переоснащении, и в модернизации. А без этого, ну какая может быть производительность труда? Сегодня, безусловно, как мотивирующий инструмент, может быть и инвестиционный налоговый вычет. До 90% расходов мы будем вычитывать. Расходов, направленных на переоборудование, на модернизацию. Да, мы договорились, что предприятия, которые войдут в нацпроекты, под 2% они будут получать кредиты из фонда промышленности края. Быстрее всего, как отмечают эксперты, бережливые технологии осваивают в промышленном секторе. Искать новые подходы там заставляет высокая конкуренция. В условиях насыщенности рынка оптимизация собственных процессов может стать главным преимуществом. Но чтобы формула работала, надо, чтобы в нее поверили сами руководители предприятий. На встрече с губернатором один из ее участников пожаловался на сильную конкуренцию в отрасли. Но искусственно регулировать рынок будет неправильно, в свою очередь заметил Вениамин Кондратьев. Я лично обучился на лидеры ПРО. И вот пока я учился, конкуренты, производящие продукцию, как и мы, вот я их всех знаю в регионе, они уже загружены мощности до 50%. Вот за этот год открылось еще два предприятия с выпуском такой же продукции, как и у нас, аналогичной. Вот сейчас эти производители за счет перераспределения прибыли просто демпингуют на рынке и все. Помогите им сбалансироваться сегодня, не потеряться, не растеряться, ну на самом деле не уйти с рынка, но рыночным способом. Знаете, вот я всегда претензии предъявляю к нашей высшей школе. Они натаскивают на предметы, а потом проходят 4 года либо 5, это не важно. Выходят выпускники с дипломами, с высшим образованием, они натасканы на ту или иную отрасль, а мыслить не научились. И потом, раз происходит научно-техническая революция или раз производства уже сменились, а они натасканы на прежнее и в новое не интегрируются, не понимают, что им делать, мыслить не умеют, мыслить не умеют. Поэтому пока вы учились, уже раз ситуация на рынке поменялась. А вы, конечно, хорошо овладели, но время ушло, и вы вместе с этим временем тоже можете раз и уйти. А вы должны остаться, еще и в будущее идти. Вот здесь нужно научиться мыслить так, чтобы оставаться и в сегодняшнем, и в дальнейшнем дне, при этом уверенно оставаться. Это очень важно. Поэтому не оставьте того, здесь я вам поручения даю. И, Александр Александрович, то же самое, остайтесь после совещания, проговорите с ним. Оптимизация рабочих циклов и повышение эффективности труда – не столько дань новомодным веяниям в бизнес-индустрии, сколько прагматичный взгляд в будущее, в котором производственные процессы серьезно изменятся. И здесь важно не отстать от требований времени, чтобы создать устойчивую экономику. И самое главное – желание. Я смотрю по вам, что у вас желание это есть. И мне важно на ваших примерах, чтобы подобные предприятия, неважно в какой отрасли, на вашем примере тоже захотели это сделать. Вот что очень важно. Не словами, а делами. Делами, когда у вас получится, а потом у других получится. И вместе начали достигать новых результатов. Только в этом году привлечь к участию в нацпроекте, чтобы повысить эффективность производства, в Краснодарском крае рассчитывают 60 предприятий. Ну а к 2024 году компаний, которые внедрили у себя бережливые технологии, на Кубани должно быть не меньше 349. Реализацию мусорной реформы в Краснодарском крае сегодня обсуждали на совещании с губернатором. На заседании собрались не только профильные чиновники и представители мусороуборочных компаний, но и общественники. Утилизация отходов в регионе – одна из важнейших задач. Только за прошлый год на Кубани их образовалось почти 2,5 миллиона тонн. Масштабы особенно хорошо видны с воздуха. Особенно остро ситуация обстоит в Белореченске. Сюда сегодня специально прилетели губернатор и прокурор края. Жители жаловались на местный полигон. По их словам, со свалки идет неприятный запах. По поручению Вениамина Кондратьева, на прошлой неделе была проведена комплексная проверка на Белореченском мусорном полигоне, где выявили нарушение технологии захоронения и сортировки отходов. И к другим новостям. В горных районах снег, на побережье дождь и снежная крупа. Сегодня в Сочи один из самых холодных дней наступившего года. На побережье в Сочи сегодня целый день шел дождь. Днем выпала снежная крупа. Сообщений о подтоплениях не было. А в горных районах выпал снег. Вот так сегодня выглядел поселок Верхний Юрт. Снег там шел с самого утра. А это кадры из Салахаула. Поселок тоже сегодня оказался в снежном плену. Замело и якорную щель. Вот такие кадры оттуда присылают местные жители. Снег шел сегодня и на горных курортах. Там был значительный риск лавинной опасности. В связи с чем на Розе Хутор, например, открытыми были трассы только ниже 1600 метров. А на Газпроме из-за опасности схода лавин Альпику закрыли на весь день. Непогода сохранится в Сочи до конца пятницы, прогнозируют синоптики. Сегодня ночью температура на побережье опустится до минус 5, а в предгорной зоне до минус 10 градусов. Местами прогнозируется мокрый снег и гололедица. Ну а пока за окном дождь и снег, все мысли уже о лете и отпуске. Туроператоры сообщают о росте спроса до 30% на летние туры в Краснодарский край. Популярные гостиницы уже остановили продажи номеров на отдельные даты, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. Спрос на летние туры на курорты Краснодарского края по акциям раннего бронирования вырос в среднем от 10 до 30% по сравнению с январем прошлого года. По мнению экспертов, повышенный интерес российских туристов к этому направлению связан с привлекательными ценами на поездки и большим выбором отелей и гостевых домов. Самые популярные курорты у российских туристов – это Сочи, Анапа и Геленджик. Наибольшее число продаж туров приходится на Сочи. На 5-10% выросли бронирования поездок в Анапу и Геленджик. Менее востребован Туапсе. Основной спрос на путешествия приходится на середину июня и начало сентября. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 24 января в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью – минус 1, плюс 1. Днем 2,4 градуса выше нуля. Температура морской воды – плюс 10. В Красной Поляне 24 января ясно. Температура воздуха ночью – минус 8, минус 10. Днем 1,3 градуса ниже нуля. В Сочи на улице Чайковского построят многофункциональный спортивный комплекс с бассейном. До конца года в мэрии курорта подготовят проект. Накануне на месте будущего спортивного объекта побывал глава города Алексей Копайгородский. О том, какие еще изменения ждут в центральный район Сочи, мы узнаем из нашего следующего сюжета. Мы отдаем приоритет земельным участкам под строительство детских садов, школ и спортивных сооружений. Этот муниципальный участок на набережной тоже будет использован строго по назначению. Здесь рядом с бассейном, который перестал функционировать 20 лет назад, построят новый спортивный центр. В центре также откроют секции футбола, волейбола, борьбы и других видов спорта. На подземном этаже будет парковка. Рядом разобьют сквер. В этом году будет осуществлено проектирование. Эскизный проект будет вывешен на всеобщее обозрение. Это будет пятиэтажное здание только спортивной направленности. То есть никаких здесь жилых помещений, гостиниц, здесь ничего не будет. Представители мэрии побывали и в районе центрального рынка. Пришли к выводу, что подвесной пешеходный мост, который активно эксплуатируется, нуждается в ремонте. На самом рынке работают около 500 предпринимателей. Число покупателей измеряется тысячами. Многие туристы приезжают именно сюда, чтобы купить местные продукты. Здесь много всего. Здесь такой товар, которого у нас нет. Поэтому мы зашли посмотреть. Есть чекубанские продукты и напитывание с хорошей энергией. Но от местных жителей поступают жалобы на транспортные заторы в этой части города. Решение проблемы есть. Нужно изменить порядок выезда машин с парковки рынка. Они все едут и хотят повернуть сюда. И начинается вот это скопление. Улица узкая. И одна вторая стала, и в итоге затор получается. Это вместе с Горбачевой проработать и транспортную логистику, чтобы лишних ограничений для народа не было. Также обсудили сохранение объектов историко-культурного наследия в центральной части курорта. К примеру, здание, где располагался филиал Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, после пожара в 2016 году срочно нуждается в реставрации, так как находится в гостевой зоне. С учетом того, что пожар произошел, то, согласно закону, вся зона ответственности на ВАИРе и на собственники данного здания. Выдали им охранные подписания, приказы по консервации и дальнейшей реставрации данного объекта. От юридических вопросов перешли к творческим. Глава встретился с активом Народного университета «Время жить». По словам студентов Народного университета, им от 18 до 25 лет. По паспорту, конечно, цифры другие, но студенты открыты для всего нового. Пенсионеры здесь осваивают компьютер, пишут стихи, поют в хоре, устраивают кинопросмотры. Мэр посоветовал привлекать к работе университета как можно больше горожан. В Сочи появится тематический парк для содержания бездомных животных. Помимо вольерных комплексов, там обустроят пешеходные и прогулочные зоны. Администрации курорта уже подобран земельный участок для строительства современных вольеров. Территория соответствует всем требованиям, в том числе удаленности от жилой застройки. Основными инвесторами станут представители фонда «Вольное дело». Идея заключается в создании парка, куда жители курорта смогут приезжать и гулять с животными, знакомиться с ними и по возможности забирать домой. Содержаться животные будут за счет инвесторов в вольерном комплексе. Также в Сочи появится мобильный госпиталь для стерилизации и чипирования домашних бродячих кошек и собак. Напомню, что в январе вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными, которые регламентируют новые подходы регулирования численности и содержания безнадзорных четвероногих. Сейчас администрация Краснодарского края прорабатывает нормативно-правовую базу для передачи полномочий в муниципалитеты. В Краснодарском крае региональным материнским капиталом разрешили погашать ипотеку. Причем делать это можно уже сейчас. Такое решение приняло законодательное собрание края. На Кубани с 2011 года действует программа регионального материнского капитала. Порядок его оформления и выдачи максимально приближен к государственному. Материальная поддержка семей оказывается на основании закона Краснодарского края. Теперь уже с января многодетные семьи могут направить эти деньги на погашение ипотеки сразу, не дожидаясь трехлетия ребенка. В минувшем году в Краснодарском крае почти 10 тысячам семей был назначен краевой мат-капитал. Размер его в этом году составляет 129 342 рубля. Многодетные отцы в России могут получить право на досрочный выход на пенсию. В Госдуму внесли такой законопроект. Сейчас право досрочного выхода на пенсию имеют три категории граждан. Безработные предпенсионного возраста, люди с высоким рабочим стажем и женщины с тремя и более детьми. Законопроект предполагает добавление многодетных мужчин в третью категорию. При наличии в семье трех детей мужчинам предлагается разрешить выход на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с четырьмя детьми на четыре года раньше. По мнению авторов, такие изменения призваны укрепить институт семьи с детьми и обеспечить его материальной поддержкой в перспективе. Названные российские приложения, которые станут обязательными в смартфонах, на заседании в ФАС России определили список обязательных приложений, которые должны быть предустановлены во всех телефонах, выпущенных с 1 июля 2020 года. В каждом устройстве появится отечественный антивирус, навигатор, поисковик, мессенджеры, соцсети, госуслуги и другие государственные сервисы, а также платежная система «Мир». Государство не будет решать, приложения каких разработчиков появятся в смартфонах. Производитель устройства сам выбирает партнеров, сообщает издание «Коммерсант». В будущем правила обязательных предустановленных приложений начнут действовать и для других устройств. С 1 июля 2021 года для планшетов, в 2022 году для компьютеров, еще через год для телевизоров со смарт-ТВ. Больше 300 пачек сигарет пыталась провести через границу жительница Абхазии. В своей девятке женщина спрятала пачки так, что увидеть их смог только рентген-комплекс. В итоге в моторном отсеке в воздуховоде системы отопления были обнаружены 311 пачек сигарет без акцизных марок. 31-летняя жительница Абхазии пояснила, что перевозила сигареты для перепродажи в Сочи. Незаконный товар и автомобиль изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях. С начала года за контрабанду сигарет Сочинской таможни уже возбуждено 7 дел. Кстати, сочинцы смогут сообщить по телефону доверия о продаже никотина подросткам. По закону на территории Краснодарского края запрещается розничная продажа несовершеннолетним никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина. Это значит, что любое изделие, в состав которого входит никотин, попадает под запрет реализации подросткам, за исключением лекарственных средств. Закон распространяется как на обычные сигареты, так и на электронные устройства, продуцирующие аэрозоль, пар или дым. Розничная продажа несовершеннолетним никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина влечет за собой административную ответственность и штраф. 5 тысяч рублей на граждан, от 30 до 50 тысяч на должностных лиц и от 100 тысяч рублей до 150 на юридических. О фактах продажи этих товаров подросткам можно сообщить по телефону доверия Антинаркотической комиссии города Сочи. Телефон 264-14-70. Первые шаги в науку сделаны в Сочи. Городская научно-практическая конференция школьников в этом году юбилейная, 20-я. Свои исследовательские работы и творческие проекты на ней презентовали почти 500 учащихся из 73 образовательных организаций города. Как-то раз первокласснику Леониду стало интересно, какие из технических устройств помогают человеку с глубокой древности. Изучая литературу, мальчик узнал, что один из таких приборов – флюгер. В итоге юный исследователь задался вопросами, и детское любопытство переросло в целую научно-исследовательскую работу. Цель исследования – изучить особенности флюгера и изготовить усовершенствованную его модель с ветрогенератором. Флюгер можно использовать для разных целей определения и скорости ветра, отпугивать птиц и грызунов в качестве молнии отвода, усиливать тягу в дымоходе, вырабатывать электричество. Леонид изготовил флюгер с ветрогенератором и выяснил, что он не только показывает направление и силу ветра, но и преобразует энергию ветра в электричество. В ходе работы семилетнему Леониду Кравченко пришлось выявлять среднюю годовую скорость ветра в Сочи. В итоге первокласснику с помощью флюгера-ветрогенератора в тёмное время суток удалось определить скорость ветра по интенсивности свечения светодиодов. У остальных участников конференции «Первые шаги в науку» темы исследовательских работ не менее оригинальные. Измеряется ли вдохновение циркулем? Мой любимый Сочи в математических задачах. Как поймать облако? Изучение мидий в качестве фильтраторов. В каком фрукте города Сочи больше всего витамина С, предотвращение ДТП с помощью нейросетей. Всё это творческие проекты с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования. Нужно сказать, что если раньше больше, чем половины мы отсеивали работ на заочном этапе, то сейчас большая часть всё-таки принимается к участию в нашей конференции. То есть качество подготовительной работы улучшилось значительно. Единственный в России регион, Краснодарский край, в котором сложилась единая система подготовки исследовательских работ ребят на протяжении от школьного этапа до всероссийского. Большая часть наших ребят поступает в аспирантуры ведущих вузов нашей страны. Очень многое количество наших детей сейчас уже и за границей в аспирантуре учится. То есть в Великобритании, в Америке наши ребята очень хорошо себя показывают. За 20 лет конференция «Первые шаги в науку» повысила качество образования в Сочи, утверждают сами педагоги. Исследовательская и проектная деятельность помогают школьникам учиться самостоятельно мыслить, эффективно решать проблемы и работать на результат. Именно авторов лучших научно-исследовательских работ назовут 25 января. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.